всем приветики наконец-то я купил себе xiaomi redmi note 5 и сейчас я буду его распаковывать такой коробочки он пришел глобальная версия redmi note 5 сзади что у нас сзади вот так лучше видно все его характеристики 4 гигабайта все четыре памяти своей вот и сейчас мы его откроем только что купил пару минут назад это так вот он выглядит коробочки довольно таки большой зато удобно будет на нем какие-нибудь фильмы смотреть камера двойная это сенсор для отпечатков пальца и на экране пленочка кнопка включения удерживаем и вот он включается так это я так понимаю две кнопки громкость кнопка включения вот она кнопка включения потом это скорее всего громкость что тут еще динамика сна фран камера которая на тебя смотрит вот это вроде бы и датчик там приближение скорее всего где-то должен быть вот это скорее всего датчика вот эта камера так вспышка две камеры что-то у нас еще здесь еще отверстие какой-то и не наверно какой-то датчик здесь устройство для зарядки для наушников еще дырочки не знаю для чего так что она там делает включается у нас правда от этого штука пленкой она мешает но если вдруг что не так как должно быть на месте потому что если я снять они примут ну в случае можно проверять чит разные если что не так вернуть назад и без пленки уже не возьмут так это что у нас пишет я ничего не понимаю попробуем нажать так выберите язык нет окно на могут английский английский либо вот русский выберите язык выбрал дальше наверно выберите ваша регион вот он так дальше подключение к интернету пропустить а слои использования типа я прочитал в дружине сим-карты сим-карты там нет сейчас дальше сервисы google блин а за эти вот надписи на экране которые на пленке мешают нет ни на данной отправляется установка так пока что gps выключить данная отправку данных включить установка обновления приложений обратите внимание что устройство также может автоматически скачивать им на мнение понятно принимаю задайте пароль да пока что пропустится доступ к чему к местоположению данных об использовании не надо отправляем диагностические не надо обновляясь автоматически не надо короче можно все включать это что под персональное объявление включать нет не надо такая то что такое доступ к положение тоже все выключить далее выбор тема 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 ну как там вот это что ли более все выбрался серьезно так стоп подожди ну да по умолчанию типа настройка настройка завершена ну все вроде бы настройка закончена загрузка приложения пока она грузит ну так это у нас телефон и в комплекте что еще идет в комплекте это у нас чехол я так понимаю ну да там внутри видно вон чехол лежит так что еще лежит устройство для зарядки такого-то на устройство ну-ка и и сам кабель для подключения компьютера и зарядки телефона так то вот оно все мы все здесь вроде как ничего нету больше вот эта штучка по моему для того чтобы доставать там для чего-то нам нужно я не помню ну все вроде там ничего и нету больше там ничего нету даже можно заглянуть вот там пусто это это вообще просто открывается просто тянется и и вот он чехольчик с инструкцией так понимаю силиконовый чехольчик и инструкция по применение по использованию устройства так инструкция кнопка включения кромка кнопка громкость и usb порт так что тут еще у нас сим-карта 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 либо первая страна типа сим-карта вторая сим-карта и микро sd так здесь что так ну типа все поняли ну и все что там дальше с телефона ну вот он уже как установился приложение проведите вверх для разблокировки прикольцы по сравнению самсунгом так и вообще что такое другое надо разбираться будет в этом во всем ну так вообще на вид первое впечатление вроде такая неплохая неплохой аппарат как мне кажется но дальше дальше уже будет видно что он из себя представляет пока что первое впечатление положительно приятно тоненький немножко большеват конечно да потому что ну в руки одной как-то ну хотелось бы немножко поменьше чуть-чуть хотя бы вот так наполовину к вот вот примерно палец до гугла этого достает а выше уже как ты тянутся надо дать хотя бы до этой вот полосы и было бы нормально но большеват немножко но так вроде бы нормально вот но дальше дальше уже будет видно после использования вот такая вот комплектность у него вот как то так так насчет палочки вот это вот шпильки я глянул оказывается здесь есть такое отверстие вот оно в него как раз таки что вставляется это же самое вставляется это самая шпилька то есть как то вот так таким вот образом она вставляется внутрь потом нажимается и выщелкивается как бы такая вот блин как же назвать выщелкивается такая вот специальная открывается разъем в которой можно положить две сим-карты либо одну сим-карту и одну сим-карту и флешку то есть сим-карту сим-карта либо сим-карту и флешку потому что ну вот сюда одна сим-карта ложится сюда вторая либо одна сим-карта и флешка то ну то есть сразу две сюда не влезут ну то есть уж придется выбирать сразу две сим-карты и флешку поставить не получится надо выбрать что-то одно типа либо то либо другое это как бы не очень вот как то так ну и потом когда уже вставил то обратно защелкивается и все и оно уже там чехольчик вот так он выглядит и телефончик в нем будет смотреться вот как то как то вот как то вот так довольно таки легко и просто он туда входит и вообще идеально в нем лежит это круто вообще удобно то что они вместе с телефоном сразу чехол поставляют плюс я еще взял стекло защитное то есть как то вот так это будет выглядеть 5d 5d glass shield ну выглядит неплохо довольно таки приклеится сюда и будет защищено со всех сторон и сзади по бокам и стекло тоже вот как то так на этом все пока пока